Ну вот указатель, Манежная площадь, ну и вот такие здания. А наверху, я так понимаю, это гербы, да? Или гербы, правильно я сказал. Вот она, Царская Россия. Два герба. Да, довольно красиво, и, как я уже сказал, повторюсь, все для туристов. Вот так я прохожу под аркой. Так называемые Воскресенские ворота. И попадаю в другой мир. Попадаю в другой мир. Так, где мой друг Валерий Васильевич? Здесь церковь или собор, как правильно его называть, не знаю. Не владею исторической справкой, но выглядит он вечером вот так вот. Как это? Казанской, честь взятия Казани. В честь взятия Казани, вот Валерий Васильевич мне подсказывает, была возведена вот такая, это часовня или церковь? Что это? Это церковь. Церковь. Гум-каток. Вот там. И вот так исторический музей выглядит с другой стороны. Здесь больше подсветки. И выглядит оно вообще-то прикольно. Строение, конечно, мощное. Архитектура мощная. Мне нравится. Раньше нигде я такого не встречал. Стилизованные бочки. Пончики. Тут какой-то фудкорт похоже. Ну и вы слышите соответствующую музыку. Нашу русскую, да? Эх, играй, гармонь. Валерий Васильевич, нравится такая музыка. Да, нравится. Ну и я так понимаю, это как типа ярмарки какой-то. Теплые вещи, да, что-то. Оловянный мир, сувениры и тому подобное. Сделаю вам небольшую панорамку. Это мощенная брусчаткой площадь, где проходят, где вернее осуществляется проезд военной техники на парадах 9 мая. То, что вы наблюдаете по телевизору. Здесь вот трибуны. Белые, светлые, вы видите. Или серые, может быть, камера передает. На самом деле, да, они серые. Вот, мавзолей. Мавзолей. В котором, кстати, и лежит до сих пор тело Владимира Ильича Ленина, с которым никак не решат захоронить его, не захоронить, либо оставить все так, как есть. Ну, по моему мнению, я бы его оставил. Все-таки это уже прошло 100 лет. Тело до сих пор сохранено. Это, ну, скажем так, какой-то туристический уже, что ли, объект. Ну, и все-таки он идол, в историю вошел очень мощно. Поэтому, я считаю, следует оставить все, как есть. И вот здесь такая красота. Все в подсветке. Здорово, да? Первый канал своей трансляции тут осуществляю. В общем, ярмарка работает, а карусель стоит. Не вращается. То ли идет посадка пассажиров. Девушки такие красивые. Вот такая карусель. Вот он заворачался. Ну, в общем, все такое русское. А это что у нас? Монеты, да, дрелоки. Преклонные. Здесь какие-то изделия из металла. Тамар, собачка и сова. Симпатично, ничего не скажу. Много света, очень много света. И смотрится это все нарядно и празднично. Здесь сувенир матрешки. Русский самовар. А где Санта? Олени есть, а Санты нет. Или Деда Мороза. В общем, Валерий Васильевич пропал. Все, мы как-то разменулись. Я теперь его не могу найти. Звонить пока ему не буду. Я думаю, где-то здесь. Может быть, к собору прошел. Сейчас я его отыщу. И он вам расскажет еще какую-нибудь историческую информацию. А я только что о вас говорил. Говорю, вы пропали. Ну и вот они, Спасские ворота. И главные часы страны. Страны под названием Российская Федерация. Куранты. Перед нами памятник Минину и Пожарскому. Тем мужчинам князьям, которые остановили смуту в России, как известно. И сегодня, 4 ноября, Российская Федерация окончает это как праздник освобождения от поляков, которые тогда пытались занять Кремль. Именин и Пожарский. Два князя, которые возглавили ополчение и освободили от захватчиков поляков нашу сторону. Рядом справа знаменитые лобные места, где совершались казни над всеми грозными убийцами, которые совершали страшные злодеяния против России. И среди казненных здесь на лобном месте Емельян Пугачев. Один из самых известных, который тоже был казнен на этом лобном месте. Кто он, Емельян Пугачев? Он организатор христианского восстания, как мы знаем, при Екатерине Второй. И по ее приказу вот на этом лобном месте был сооружено это место. И он здесь был казнен. Сегодня это понятно уже как памятник истории, чтобы узнали о том, что и такое место в России было. И, конечно, завершая великую эту композицию, сапор Василия Блаженного, который тоже построили в честь взятия Казани. Здесь мы видим с вами архитектуру совершенно интересную. Здесь мы можем увидеть элементы Востока. Здесь мы можем увидеть, имея в виду, китайские, индийские мотивы. И в том числе и византийский стиль. Храняется ЮНЕСКО. Он включен в список ЮНЕСКО как памятник мирового значения. Валерий Васильевич, вам надо не в Государственном совете Республики Крым, а вам нужно работать гидом. Вы столько знаете исторических моментов. Прав я или нет? Да. Сегодня мы видим вот здесь красивое место, называется Васильевский спуск. Это так называемый Крымский мост, который украшает вот эти все гирлянды, которые мы с вами видим. А само место называется Васильевский спуск. Она ведет знаменитую Третьяковскую галерею. Там начинается мир художников, мир красоты. Все наше главное достояние, культурное достояние нашей Российской Федерации. Вот это здание ГУМа, так называемый ГУМ, оно построено, опять же, со слов Валерия Васильевича Лаврова. Я лишь передаю вам. Оно построено в английском стиле. И практически аналогичное здание существует в Лондоне, в Великой Британии. Вот такие гирлянды симпатичные, развешенные над проезжей частью. Но, опять же, повторюсь, довольно много света, что не может не радовать и создает такую праздничную обстановку. И нужно отметить, что, как ни странно, но практически уже вот три дня мы в Москве, и погода позволяет находиться на улице вообще не замерзала. То есть плюс три. Вот сейчас, в данный момент, плюс три. И это 17 декабря. Яндекс.Такси довольно распространенное такси, очень много по городу едет. Идем через ГУМ. ГУМ? Может, СУМ? Нет, это ГУМ. Ну, он сделан из четырех линий. Вот такие четыре линии, они в доме идут. Очень красиво сделаны, оригинальные. Здание очень красиво всегда ходит. Я бы сказал, это обычный торговый центр. Только его строение, архитектура, ну, та, да, еще советских времен. Ну, а как вы говорите, английский стиль. До сорока процентов советских фильмов снимался в этом здании. Представляете, насколько все серьезно? О, вот так красота идет. Валерий Васильевич настаивает, мы обязательно должны войти в это здание. Вот говорю, нет, давайте снаружи снимать. Нет, мы должны зайти. Ну, давайте посмотрим. Поднялись на второй этаж. Такой мостик стилизованный. Ну, и как вот это все выглядит со второго этажа. Почему космическая тема стилизована? Планеты, я смотрю, спутники. А потому что этот ряд оформлен под косвы. Каждый ряд имеет свое значение. Вот это, посмотрите. Здесь все наши космические аппараты. Здесь находятся планеты, которые мы осваивали. Поэтому этот ряд, третий, находится в чем-то просто. Ну, как я понимаю, второй этаж полностью стилизован под космическую тему. Тут везде звезды, спутники, планеты. Какие-то корабли. И продолжение тоже тема космическая. Еще немного прогуляюсь по Гуру. Пойдем на Красную площадь. Такая елка в центре. Где-то во здании стоит. Ну, и вы видите, все. Тема космическая. Упираемся вот в такой купол. Немного фотографируемся. В принципе, как и я. И выход на Красную площадь. Бум! Здравствуйте! Какой главный елка страны? И выход на площадь, и главный елка страны. Бум! Вот такая. Что за тема? Степашка, или здесь Степашка? А посмотри, как красиво придуманы вот эти деревья, да, которые сегодня, у которых нет листьев, да? Ну, как красиво, оригинально придумали и украшали. Нарядили, да. Ну, у нас же тоже это можно было бы делать. Ну, это стоит денег. Это все-таки Москва. Мы живем где? Правильно, в селе. По крайней мере, одну красивую улицу можно было бы это сделать. Одно дерево украшено, и оно называется искусственная елка, которая стоит возле районного дома культуры. Прада. Представляет вам сумочки и кеды. Кому нравится бренд Прада. И каток. Ну, а каток у нас может сильно оценить. Это Евгения, который, к сожалению, сегодня с нами нет. Любит кататься на коньках. Вот идет забиться. Варьки, я бы, варьки, и братьки. Ну, чтобы за будущее закрыть. Ну, закрыть. Прада. Ну, уже вот такое пальто. Мне нравится такой стиль английский. И в полосочку. Такая, ну, не рубашечка, может, сорочек. Не знаю, как правильно называется. Еще Прада. Такие вот кеды. Валерий Васильевич сообщил о том, что он играл профессионально в хоккей. Да. Я не верю. Да. За какую команду? Дизелист. Как? Дизелист. Где она? Пенза. Базиров. Пенза. А вы сам из Пензы, да? Юрусская. Да, Юрусская. Я понял. Юрусская команда. Юрусская. 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 Юрусская.